Есть страны, где бакланы охраняются. Их экстременты собираются и потом отвозятся для удобрения выращивания кофе. Так вот, мы можем собрать бакланов, мигрировать в те страны, для того, чтобы помочь этим странам. Шутки шутками, а с токсичными экскрементами больших бакланов нужно действительно что-то делать. Они буквально уничтожают зелень Локтевского, Третьяковского, Романовского, Завьяловского, Бурлинского районов края. Как сообщили на сессии Алтайского загсобрания, эти птицы неожиданно в большом количестве перекочевали в Алтайский край из Казахстана. Причина проста. У соседей закончилась еда. Поэтому сейчас бакланы и рыбку съедают, и урона наносят более чем на 200 миллионов в год. Съедается от 600 до 900 тонн только вот этими большим бакланам. В год, совершенно верно. У нас квота в Алтайском крае на добыче рыбных запасов 3600 тонн. То есть почти одну треть съедают бакланы. Способ борьбы депутаты приняли радикальный. Разрешить охоту на большого баклана, начиная со следующей весны. Для людей эта птица отнюдь не деликатес. Низкосортное мясо отдает рыбой. Так что его можно разве что закоптить. Но вообще вкусы у всех разные. На законопроекты в том числе. Мы идем на поводу у пользователей рыболовных участков, общественных организаций, охотников и рыболовов, которые не хотят восполнять рыбные запасы и прибрежную растительность. А отдуваться за все будет большой баклан. На сессии целый блок вопросов отвели социальной поддержки. Например, теперь многодетные семьи из любых уголков страны смогут посещать бесплатно музеи, парки, выставки Алтайского края. А школьники и вовсе смогут ездить на общественном транспорте бесплатно, в границах муниципального образования, где они живут и обучаются. Затронули на сессии и инвалидов. Точнее, подготовили инициативу по изменению федерального закона, благодаря которой покупка оборудования для реабилитации на средства материнского капитала станет проще. Мы бы хотели это сделать, чтобы не было вот этих промежуточных всех, а чтобы уже вся оплата шла социальным фондом непосредственно продавцу. А чтобы исключить, мало того, что исключить семью, да, и еще чтобы это была более доступная мера. Еще один важный законопроект коснулся расширения программы льготного предоставления участков. Теперь оборонные предприятия, которые хотят построить жилье для своих работников, могут получить землю, минуя торги. Подобная мера – еще один ключ для решения кадровой проблемы региона. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.